привет все сегодня я немножко захрип тем не менее гуляя тут по нашему кварталу проходя рядом с одним домом я увидел вот такой вот принтер это lexmark взять 738 он был выставлен на столб ну вроде как хозяинами его он больше не нужно ну но мне нужны некоторые запчасти для этого принтер я проверил его абсолютно рабочий такое часто бывает здесь в англии ну и будем его потрошить то есть не самому интересно и всегда хотелось поломать принтер понимаю что некоторым это будет очень больно никто хотели бы иметь такой принтер но на самом деле он стоит очень дешево здесь его можно купить я проверил по ebay за примерно 10 фунтов хотя картридж к нему стоит порядка тех же 10 фунтов то есть общей сложности принтер стоит 20 фунтов для местного населения это очень дешево и они особо не парятся выкидывают его для меня это находка тем что я могу излечь из него определенные шестерни направляющие оптопары пасек электродвигатель ну еще всякое дальше я посмотрю что у меня еще есть интересно вы будете видеть так называемый таймлапс ну начинаем я решил приостановить разборку вот почему это оказывается очень интересную она работает видите вот эту вот пленочку при помощи нее позиционируется вот это вот головка также при помощи вот этого и мелких таких вот насечек также позиционируется механизм управляющий блок вот нет 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 не это не это да где-то тут где-то тут вот и это цельный механизм довольно таки интересный сама рама мне нужна то есть зачем мне такая целая большая коробка если можно использовать ну а так на крайний случай что тут есть тут есть дроссель и оптопары кстати есть они есть и на головке как ты где-то я ее видел в общем очень много всего интересного здесь есть но скорее всего я буду использовать вот это вместе с блоком управления это будет довольно таки интересно поэтому я пока это оставлю так как она есть просто запакую его в коробочку и она поедет со мной украину потому что то из него будем придумать хотя так хотелось бы вынимать вот эти шестерни и тут много шестерней ну ладно на этом мы останавливаемся всем пока кто хотел посмотреть что внутри принтера когда тут есть вот такой вот блок питания блок питания у нас вот такой 1 ампер нет 0505 ампер и 30 вольт все всем пока все всем пока Продолжение следует...